В целях качественной современной подготовки к предстоящему отопительному сезону Министерством регионального развития утвержден план работы в соответствии с планами Акиматов областей, городов Астаны и Алматы. Необходимо к 15 августа текущего года обеспечить 60% готовность объектов коммунального хозяйства и соцкульпт-быта, к 1 сентября обеспечить 100% готовность объектов образования, к 15 сентября обеспечить готовность оставшихся объектов до 90% и к 15 октября завершить подготовку всех объектов и обеспечить нормативным запасом топлива теплоисточники мощностью до 100 гкалорий в час. Касательно подготовки котельных мощностью до 100 гкалорий в час. Всего в республике насчитывается 6 304 котельных мощности до 100 гкалорий в час. В утвержденных Акиматами планах предусмотрен ремонт 3 234 котельных или 51%. В основном запланирован текущий ремонт, который составляет 90% от общего объема работ. По состоянию на 15 июля текущего года подготовлено 1650 котельных или 51%. Необходимо отметить низкие темпы работ по сравнению с остальными регионами, в Восточно-Казахстанске 16%, в Южно-Казахстанске 17%. Также хотелось бы отметить, что все котельные требуют ежегодного проведения текущего ремонта. Акиматам необходимо включить их в план ремонтных работ. Тем более, что на практике хотя бы частичный текущий ремонт всегда выполняется. Касательно подготовки тепловых сетей. Подготовлено 2200 км теплотрасс из 3600 или 63%. В данном секторе отмечен рост запланированных объемов ремонтных работ по сравнению с прошлым сезоном. Это в основном текущий ремонт 91%. Низкий процент проведения подготовки работ наблюдается в Южно-Казахстанске 14%, в Восточно-Казахстанске 20%, в Казлардинских областях 22%. Касательно подготовки электрических сетей 0,4 кВт. По сравнению с прошлым сезоном запланированный объем ремонтных работ по электрическим сетям до 0,4 кВт увеличился на 7300 км и составляет 30645 км. Из них подготовлено 13791 км или 45%. Акиматам необходимо ускорить проведение ремонтных работ на этих сетях. Касательно подготовки сетей водоснабжения и водоотведения. Подготовлены 1300 км сетей водоснабжения и водоотведения из 3500 км или 37%. В основном проводится текущий ремонт. Отставания проведения подготовительных работ отмечаются в Восточно-Казахстанской 15%, Южно-Казахстанской 30% и Мангуставских областях 34%. Касательно подготовки объектов образования, здравоохранения и жилого фонда. По состоянию на 15 июля текущего года подготовлено 4271 объекта образования из 9656 или 44%. 2612 объектов здравоохранения из 6582 или 40%. 15529 жилых домов из 38698 или 40%. Министерствам образования и здравоохранения совместно с регионами необходимо взять на особый контроль работу по подготовке к зиме. Акиматам и Министерствам образования необходимо обеспечить 100% готовность всех учебных заведений до начала учебного года. По жилым домам. Акиматам необходимо включить все многоквартирные жилые дома в планы подготовки к предстоящему отопительному сезону. Всего их у нас в стране около 200 тысяч многоэтажных жилых домов, а в плане только 38 тысяч. А также обеспечить постоянную работу с КСК для получения паспортов готовности. Касательно запасов топлива. Потребность топлива на теплоисточниках мощностью до 100 гкал в час на предстоящий отопительный сезон составляет 2,6 миллиона тонн угля и 564 тысячи тонн мазута. Заготовлено 570 тысяч тонн угля и 88 тысяч тонн мазута. Работа по закупу топлива идет в основном по графику. Акиматам необходимо своевременно обеспечить нормативный запас топлива. Необходимо отметить, что в прошлом году из резерва правительства были выделены средства в размере полутора миллиардов тенге на закуп топлива для котельных Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбыльской и Казалардинской областей. В текущем году уже поступили заявки от Икематов-Жамбыльской и Казалардинской областей. И для бесперебойного прохождения отопительного сезона считаем целесообразным выделить в полном объеме необходимые средства регионам на закуп топлива. Касательно дебиторской задолженности. На конец предстоящего отопительного сезона дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги составила 6,5 миллиардов тенге. По состоянию на 1 июля текущего года она составляет 7,3 миллиарда тенге, то есть произошел рост на 698 миллионов тенге или на 11%. Увеличение задолженности произошло за счет двух регионов. По городу Алматы 743 миллиона тенге и Южно-Казахстанская область 92 миллиона тенге. При этом задолженность по трем регионам Алматы, Астана, ЮКО в сумме составляет 5,7 миллиарда тенге или почти 75% дебиторской задолженности по республике в целом. Наибольшая задолженность сохраняется в городе Алматы 4,2 миллиарда тенге по состоянию на 1 июня текущего года. Акиматам этих регионов необходимо активизировать работу по снижению дебиторской задолженности. На остальные регионы приходится 1,5 миллиарда тенге коммунальных долгов, которые за рассматриваемый период с конца отопительного сезона снизились на 135 миллионов тенге. Лучшие показатели в работе с дебиторами достигнуты в Акмолинской – 42%, Алматинской – 37%, Казлардинской – 17%, Западноказахстанской областях. В целом подготовка к отопительному сезону ведется в соответствии с утвержденными планами. Вместе с тем, с учетом отмеченных выше недостатков, Министерством регионального развития считает необходимо поручить Акиматам активизировать работу и обеспечить готовность всех объектов в восстановленной стронке.